здравствуйте друзья наш канал захлестнула волна вопросов на тему вот муж хочет жена не хочет ну в смысле ехать ехать другие аспекты нас не не задевают значит или вот кому ехать кому не ехать у кого связь землей у кого там с космосом в общем такой вот период у нас сейчас в жизни и я письмецо получил и я вам его перескажу своими словами пришла довольно достаточно длинная у нас есть супруга и супруг 31 года обоим 12 лет вместе из них там 9 лет в браке двое детей 7 и 5 лет она учительница английского языка по специальности но не работает сейчас потому что у них там бабушек дедушек нету она детками занимается где-то они в россии не знаю где но вот было сказано что слякоть там у них в общем то есть вот в какой-то такой части россии где слякоть имеет место быть значит что еще муж работает на строительстве там ремонт там не знаю что такое и типа даже прораба какого-то он без образования он закончил школу и вот работает я так конечно наверное неплохо зарабатывает если там именно 4 хватает и она ему говорит давай мол хотя бы в лотерею вот сыграем глядишь выиграем в америку поедем а он значит объясняет это вот тут как бы особенность нашей ситуации он объясняет это как бы патриотическими такими чувствами не в политическом смысле абсолютно нет не упаси бог он не говорит там что там чего-то такое ему нравится путин или там какой-то режим или там что-то а вот он любит рыбалку знаете вот он любит рыбалку он не пьет и не курит я первый первый момент когда я читал в этот это письмо я думаю а чё ж он на рыбалку-то не пьет не курит и на рыбалку ходит я думаю вот человек значит другие тогда но он как ходит на рыбалку он по черному он один идет и сидит в тишине и чтоб никого рядом не было и вот для него рыбалка это вот значит возможность уйти в такой nothing box значит и там вот чтоб никто его не трогал значит я на самом деле поскольку привык уже там за последнее время у михаил бородянского там набрался вот этих векторов и я сразу по описанию мужа там вижу там такой вектор сякой вектор то есть как бы некоторые склонность есть у человека я так простыми словами расскажу то что я там вижу он по характеру своему значит имеет глубокий внутренний мир ему комфортно находиться в своем внутреннем мире ему там никто не нужен ему ему мешают люди которые оттуда выдергивают поэтому он идет на эту рыбалку он там сидит и и и не пьет и не курит и вот и с друзьями не идет сам идет понимаете у него связь с природой ему нравится быть на природе быть в красивом месте у речки там в лесу и так далее он он таки да связан с природой с землей с краем где он живет и и так далее и плюс у него внутренний мир глубокий это значит что внешний мир не то чтобы его уж прямо так сильно напрягал и интересовал он есть и слава богу но ему гораздо интереснее находиться во внутренне когда жена ему а вот там лучше климат а там лучше там я не знаю что там продукты экологичные там или что-то она ему пытается какие-то аргументы приводить и ее аргументы из бытового вот то что я в письме прочитал и аргументы в том что в бытовом смысле там лучше в бытовом а значит а ему в бытовом смысле удобно быть на земле на которой он привык быть и им ему комфортно ему ему реально ничего такого не нужно дальше что получается значит она преподаватель английского языка по специальности у нее приличный английский во всяком случае если даже она и подзабыла она быстро подхватит нет ни о чем говорит а он чего будет делать она говорит вот он же тут занимается ремонтом он и там будет заниматься ремонтом да но он будет заниматься ремонтом какой русской бригаде так значит а потому что английского у него нет и я хочу сказать что при тех качествах которые вот мы сейчас наблюдаем очень может оказаться очень может оказаться что не в английском никогда толком и не будет при том что он молодой и казалось бы мог бы подхватить и так далее но для этого нужны еще какие-то качества про которые мы ничего такого не знаем но то что он вот допустим ограничился средней школы даже там не техникум там не пту не подучился в школе и пошел себе может быть это не это не его вот это вот подхватывать на лету подхватывать тут подхватывать там понимаете он может никогда толком по английски не разговориться по-настоящему в профессиональном смысле то есть он может оказаться обреченным на то чтобы вот в каких-то русских там бригад и может быть в конце концов пройдет там десять лет и он сам какую-то бригаду соберет лайсенс получит и так далее то есть может быть на это ему хватит языка то это не исключено я не хочу сказать что это невозможно но он при этом такой трудный путь для себя пройдет тяжелый как бы мучительный и ради чего все ради того чтобы его жена которая не работает и которая связана с постоянным проявлением бытовых неурядиц бытовых значит чтобы ей было легче на самом деле чтобы она обменяла одни бытовые неурядицы на другие бытовые неурядицы нельзя сказать что в сша у нее бытовых неурядиц не будет она правда видит себя в тестировании программного обеспечения вот она придет ко мне станет тестировать что наверное не так плохо и я как бы не вижу проблем но она не сказала что я там с компьютерами хорошо что я пользователь хороший там и так далее то есть может быть и у нее это не очень пойдет даже а может и пойдет то есть как бы есть хорошая шанс что пойдет но она обменяет одни неурядицы на другие неурядицы она начнет начнет думать там про медицинскую страховку как что чего она начнет начнет думать о пенсионном планировании вы можете сказать это не такие плохие заботы я я с вами соглашусь это гораздо лучше чем думать там где ребенку молока взять но понимаете у нее нет как бы идейных каких-то соображений которые говорят ну да в этом смысле вот но но действительно надо ехать допустим какие-то у них проблемы там я не знаю с системой власти допустим они не могут например жить в таком месте где нужно все время нарушать закон а если не нарушать тогда тебе там совсем плохо будет они может быть не любят и не умеют давать взятки я не ну что то такое вот как бы в принципиальном плане такое что действительно можно вылечить только путем переезда куда-то в другое место поэтому я бы сказал так что ее аргументация вот сегодняшняя бытовая такая она не не выглядит сильно убедительный и для ее мужа и для меня тоже на самом деле то есть скажем если ты хочешь просто уехать куда-то там по причине того что там может быть жирнее намазывать но это же цена какая ты должен оказаться в другой среде ты должен начать жить на другом языке ты своих детей отрываешь от корней каких-то и куда-то такой утаскиваешь то есть может быть нормально я не знаю мы например у нас у нас не было таких переживаний но я не знаю но есть люди у которых есть такие переживания и мы в данном случае имеем ее мужа у которого такие переживания есть и тот патриотизм как как она это называет значит который там клеймили классики там русской литературы там типа льва толстого вот который говорит что патриотизм это способ для верхов как бы значит поиметь низы это не тот патриотизм это его внутренний это связь землю это не патриотизм это это его связь с местом с землей с лесом с рекой с полем понимаете это же как быть мы мы же все связаны с местом где мы родились хотим этого мы не хотим мысль мы связаны энергетикой нашей вот поэтому кто-то это остро чувствует кто-то никак не чувствует мать и ну что то скажешь поэтому что я хочу сказать если бы аргументация жены была такой что он почесал бы репу и сказал она права действительно так жить нельзя значит так и может быть все как-то повернулось бы но я не вижу в аргументации жены ничего такого чтобы ему действительно нужно было срываться с того места в котором ему хорошо хорошо все нормально ничего плохого но он нормально ну там он вот настройки работает зарабатывает обеспечивает каком-то стандарт не хуже людей не лучше не хуже других там знаете как на слава богу никто не завидует нормально можно жить так что я вот вижу в данном случае как бы вот эти два обстоятельства то есть у него сильная связь с местом а у нее недостаточно сильная аргументация мотивация недостаточно убедительная чтобы эту связь сильную с местом порвать и сказать поехали так так бы я сказал есть люди у которых это на интуитивном уровне происходит они понимают что надо ехать и ты вот их спросишь объяснить они тебе не не скажут то есть они что-то скажут но но ты понимаешь что это не то и вроде если так принимать это на сто процентов то что тебе говорят вроде это ерунда какая никто из-за этого не уезжает то есть вот на интуитивном уровне происходит вот так же как он на интуитивном уровне связан с с местом вот так же есть люди которые от этого места их несет уносит на таком же интуитивном уровне так что я не знаю что посоветовать супруге значит я думаю что в первую очередь она должна должна понять что он вот такого плана человек что у него вот такой внутренний мир глубокий который ему заменяет очень многие вещи из внешнего мира тут неудобства там еще что-то но он он в своем мире и чтобы его оттуда достать и как бы стимулировать к тому чтобы он реагировал на ее внешний мир таким как она вы видит нужны очень серьезные аргументы вот над этим бы ей поработать над серьезными аргументами они просто над таким быта бытовым ну бытовыми трудностями вот такой такой мой совет но по большому счету я я не уверен что это все можно сдвинуть с места вообще то есть вот такая комбинация не не просматривается как это может вообще все произойти счастливо